Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это то, что художники стали заниматься очень глубоко изучением оптических проблем И в связи с этим стали появляться всякие оптические устройства, с помощью которых они пытались осознать, что такое перспектива и как передавать те иллюзии, которые строят наш глаз и мозг, которые очень сильно расходятся с реальностью Но я с этой проблематикой уже ознакомливалась в Соединенных Штатах, поэтому книжки на английском языке И вот эта книга, The Science of Art, это очень, ну вообще я очень люблю эту книгу, это очень интересное пособие Я уверена, что подобные исследования есть на русском языке Но вот она как раз таки говорит о том, как художники занимались изучением оптики И в последующем это дало толчок к развитию европейской науки И вторая книга, которая называется The Mirror, The Window and The Telescope Это уже непосредственно, это уже как бы позже, на 200 лет после Ренессанса, на 150 Вот как известно, Галилей пользовался первым телескопом, который был изобретен 400 лет тому назад И который был сделан в Галбандии, которая в то времена называлась Фландерс или Фламандия И вот эти вот все оптические вопросы легли в основу зарождающейся науки И то, что сделал Галилей, он ввел так называемые линейки И вот ученые тоже измерялись и измеряли И вот именно эта возможность иметь линейку, масштаб, систему отсчета И положила начало европейской науки Еще через 150 лет после Возрождения появилась алхимия, которая тоже имеет более древние корни И это уже практически начало науки И вот в этой прекрасной гравюре Микаэла Майера, которая взята из книги Аталанта Фьюджинс Это очень интересная книга, которая представляет из себя 50 проблем И в каждой из этих проблем есть аллегорическое объяснение И также фуга То есть это на самом деле такое мультимедийное произведение Это картинка с музыкой и с определенным философским толкованием Так вот здесь такой вот очкарик, алхимик И алхимию сами алхимики называли art, the art, то есть искусство Значит, путь алхимика таков Он идет, он вступает в следы природы, которая является его проводником И он использует трость, которая ничто иной, как разум, аллегория разума То есть опираясь на разум, он идет по стопам природы И очки, и есть вот эти оптические инструменты Эти устройства экспериментальные То есть вот эти все оптические аппараты помогают нам увидеть за пределами нашего зрения И это не просто аппараты, как следует из этого текста Но и эксперименты любого рода Которые по отношению к минеральным субстанциям И вообще, как эксперименты любой области Которые должны быть сравнены друг с другом Ну это просто научная парадигма То есть ты ставишь эксперименты, они должны быть повторимыми И с помощью разума ты анализируешь эти эксперименты И приходишь к какому-то результату Ну и лампа, последний аллегорический объект Который был как у алхимика Это книги То есть чтение авторов, которые были для тебя И причем в пояснении говорится, что эти книги надо перечитывать по нескольку раз Переходя к 20 веку, одно из таких очень сильных влияний на меня И на других сотрудников нашей лаборатории Это движение органика Главным представителем которого был Матюшин Который представлял такое органическое направление русского туризма и конструктивизма Он работал с Малевичем вместе Он написал музыку к очень известной, ну очень известной, очень значимой опере Победа над солнцем Костюма, которую сделал Малевич И это опера Крученых Туристическая опера 1913 года И то, что сделала органика, ну и вообще русский конструктивизм Это переход к абстракции То есть изучение природы не в известном, привычном нам обличии Предметной, нарративной области А чистой абстракции То есть уже взгляд внутрь природы И взгляд в иные масштабы С которых можно наблюдать за природой Следующее из очень важных течений Это течение синэстезии Когда происходит синтез различных органов чувств И вот я привожу... То есть это, конечно, не ограничивается скрябином и черленесом Но вот лично мне очень близка эстетика черленеса И когда я буду показывать свои работы, вы можете увидеть очень много общего Как мне кажется, на мой взгляд И черленес, как известно, был композитором, впрочем, как и Матюшин Матюшин до того, как он стал преподавать живопись Он был скрипачом и даже какое-то время был первой скрипкой в Петербургском оркестре И вот эти две работы черленеса Первая из них это соната пирамид А вторая соната звезд То есть здесь пейзаж уже представляется в таком фрактально-ритмическом виде Как некоторая композиция Как музыкальная композиция И это тоже такое новое понимание пейзажа И переходя к белорусским художникам Один из моих любимых художников это Лизеп Дроздович Еще до спутника и до Юрия Гагарина он уже путешествовал на другие планеты И вот это, например, вид с Луны Вот вы видите Землю Еще до того, как были какие-либо фотографии И он также, не только Циолковский, но и он делал эскизы космических кораблей И, как вы увидите позже, в нашем творчестве Очень важная тема Это создание произведений искусства Как бы, ну, естественно, работа с атмосферой Земли И уже выход за ее пределы Потому что именно там могут быть раскрыты очень интересные и очень важные вопросы Которые до сих пор являются большими загадками для науки Ну, и чтобы вы не думали о том, что наука искусства это что-то очень маргинальное И что этим занимается не так много художников Это не так Вот эта книга Art Science Now Которая была опубликована издательством Thames and Hudson То есть это издательство, которое публикует свои книги Тысячными, десятками, сотнями тысяч экземпляров И вот вы видите здесь как бы оглавление этой книги Насколько широко на сегодняшний день наука и искусство И здесь идет речь не о науке А исключительно о произведениях современного искусства Которые создаются в таких областях, как генетика, биоинжиниринг, биология, живые системы, микроорганизмы, физические науки Пятая глава, вот это именно то, где находятся мои работы Работика, кинетика, интерфейсы, софтвер, алгоритмы, датапейсы Это все входит в арсенал современного искусства И эту книгу написал Стивен Уилсон Профессор из Калифорнии Он преподает в Сан-Франциско И еще одно такое движение, о котором я не могу не упомянуть Потому что оно было очень-очень масштабным И может быть по эстетике Но оно было настолько разноплановым и многообразным по эстетике Что это гораздо шире, чем то, чем занимается наша лаборатория, например Но оно называется EAT Experimenting Art and Technology И это началось в Америке Это было очень мощное движение Которое было спонсировано американским правительством И также центральным разведывательным управлением То есть на самом высоком уровне И заключалось оно в том, что более двух тысяч художников Работали самыми мощными на тот день корпорациями Занимающимися высокими технологиями Такими как IBM, Bell Labs И учеными, которые занимались очень передовым исследованием на тот день И это движение было основано Робертом Раушенбергом О котором вы, наверное, не подумаете, что он имел такое отношение к науке и искусству И также двумя инженерами Биллом Крювером и Фредом Волдхауэром И другим художником Робертом Уитманом И здесь такая картинка работы Раушенберга Которая была представлена на выставке Очень известной Art and Technology Которая явилась такой программной выставкой этого движения Эта работа называется «Муза грязи» Она, конечно, очень саркастичная, эта работа Но я хочу протестировать вам цитату Раушенберга Из рецензии на эту выставку из журнала Time То есть, ну, вообще, самого, можно сказать, бытового американского журнала Совершенно не журнала по искусству И вот что говорит Роберт Раушенберг И это то мнение, которое мы полностью разделяем То есть, для нас использование науки и технологии Не является самоцелью Это прежде всего опыт, переживание Которое совершенно не зависит от технических и научных знаний И наука является всего лишь инструментом Всего лишь помощником Прикоснуться к тем областям знаний К тому невероятному багажу Который на сегодняшний день накопила наша научно-техническая цивилизация Ну, а сейчас я уже перейду непосредственно к нашей лаборатории Которая была основана в Мстердаме в 2009 году И вот эта фотография самого, как бы, вот еще такое полупустое пространство И лаборатория была основана мной, Дмитрием Гельфиндом, который является моим творческим партнером Ну и вообще партнером во всех смыслах И ТЭЦом, Маурицио Мартинуччи, итальянским художником Вот мы втроем основали эту лабораторию И в прошлом году к нам присоединилась Соня Чиллери Еще одна итальянская художница То есть мы представляем собой так называемое ядро лабораторий То есть мы управляем всем процессом, занимаемся административными вопросами И кроме нас еще существует ряд художников, которые как бы, как такие планеты вращаются В лаборатории и с нами работают Вот здесь вы можете увидеть не полный список, но одни из самых основных тем, которые нас интересуют Ну, то есть вы сразу можете увидеть, что это в основном темы, связанные с фундаментальными науками А именно с физикой и с химией Но также это темы, связанные с феноменологией и изучением работы сознания Например, психофизика – это дисциплина, которая была начнута в XIX веке фехнером, немецким ученым Также синестезия, о чем я уже упоминала Гиперчувствование, гиперчувствование – это «hypersensing», это тема Sony Chiller И позднее я буду говорить о ее работах, вы поймете более детально, что это значит Но это как бы расширение палитры чувствования человека или зрителя, который приходит на выставку Также Тец Маурицио, он создал несколько произведений, связанных с так называемым фликером То есть это использование частоты, которая очень близка к альфа, бета и гамма-ритмам головного мозга Которые непосредственно вызывают интерференцию с частотами головного мозга И вызывают появление таких галлюцинаций, миражей, это очень интересная тема И для людей больных эпилепсией это может привести к приступу Поэтому так как он работал с этой темой, ему пришлось изучать эпилепсию и фоточувствительность Другая тема, которая нас тоже очень интересует, это переход от неживой к живой природе И мы не работаем с биосистемами непосредственно Наоборот, мы работаем с частицами, с квантовыми, с областями квантовых закономерностей И уже даже на этих уровнях, с пленками, с мыльными пузырями Даже уже на этих уровнях мы находим такие свойства, как фоточувствительность, чувствительность к свету Что в принципе появляется на очень раннем этапе развития биологических систем И наблюдая за этими элементарными областями природы Уже там можно увидеть очень интересные закономерности, которые напоминают о том, что возможно даже частицы обладают сознанием И эффект наблюдателя, это такая проблема, которая родилась в квантовой физике Потому что существует ряд экспериментов Когда, допустим, для анализа элементарной частицы Ее необходимо обстрелять фотоном И уже даже присутствие этого фотона Или наблюдателя, или устройства Вызывает изменение поведения этой частицы То есть, и такое, например, понятие в физике квадровых частиц, как entanglement Я даже не знаю, как сказать это по-русски Говорит о том, что частицы, которые в какой-то момент имели одинаковый спин или вращение Они, даже если их развести в разные углы Вселенной, они будут помнить об этом спине Ну, и есть еще такие вещи, как, допустим, память жидкостей То есть, вот эти все свойства, которые мы относим к сознанию, к живым системам Их можно встречать и на квантовом уровне И вот это нас очень интересует Также мы занимаемся многоканальным звуком Ну, практически все наши произведения имеют акустический аспект, звуковой аспект И мы принципиально не работаем со стерео У нас есть так называемая фотоновая комната Photon room Которая является полностью... Это как пещера Там можно достигнуть абсолютной темноты В которой человеческий глаз Поплодает чувствительностью До семи фотонов он может регистрировать Но для того, чтобы регистрировать такие тонкие фотоновые излучения Надо находиться в полной темноте Чтобы не было источников света Только тогда можно воспринять свет на таком тонком уровне И вот у нас специально есть фотоновая комната Которая также является студией звукозаписи И у нас там присутствует многоканальная звуковая система И мы работаем, ну, как минимум с четырехканальным звуком и более Также мы работаем с актильным звуком Соня работает с биоэлектричеством Я буду говорить о работах подобного рода Ну, и жидкости Жидкокристаллические, газообразные и подобные системы Нас тоже очень интересуют Вы увидите много работ, связанных с этой темой И вот эта картинка Это пример кемиолюминесценции Это свет, который выделяется при взаимодействии двух жидкостей Когда между ними происходит химическая реакция Первая работа, о которой я хочу поговорить Это работа ТЭЦа Она называется «Анхармониум» Ну, вообще, предпосылкой нашей работы Было желание увидеть мир Не как мир эскетических объектов А как мир волновых взаимодействий Как мир полей Энергетических и волновых полей И вот эта работа связывает вибрации жидкости, вызываемые звуком То есть, акустические вибрации, путешествующие в жидкой следе Которые освещаются лазерным светом И так как лазер обладает очень сильной интенсивностью и фокусировкой То вот подобные очень красивые интерпретационные картины Можно наблюдать в огромном масштабе, увеличенном То есть, в воде Это такие микроструктуры Но при помощи лазера их можно увеличивать до размеров Которые ограничены всего лишь размером пространства, в котором создается проекция И это фотография с перформанса в Амстердамском планетарии Где проекция представляла собой 360 градусов по полусферу планетариума И вот здесь как бы вы видите Камера не может зафиксировать вот всех этих тонкостей Которые можно увидеть при фотографии вблизи Вот это, то, как это выглядит вблизи Но вся эта детальность сохраняется Когда проекция огромного размера на планетариуме Вот этот вид инсталляции Значит, такие три полусферы зеркальных, наполненных водой И у основания полусферы к ней прикреплен динамик Или трансфюсер И ТЭЦ, он создал весь, все железо Он даже сделал лазеры свои для этой работы И при помощи софта, который он написал Он полностью может контролировать музыкальное произведение Все звуковые частоты и интенсивность лазера Тем самым создавая вот такое световое шоу И вот это, вот здесь как раз вы видите, что поверхность воды Через нее проходят вот эти акустические вибрации 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 Вибрации